Продолжение следует... Очень хорошо. Ну а теперь послушали меня внимательно. У нас по пятницам на 18-15 проходят специальные занятия. Они посвящены сезонам и адаптации образа жизни человека к сезонам. А также к периоду так называемого Доша Сандхи или смены сезона. Сезона в Айрведе 3. Это сезон Вата, Пита и Капха. Вот сейчас уже начался сезон Ваты. Сезон Ваты. Сезон Ваты это самый важный сезон, потому что Вата курирует 80% всех существующих на свете болезней и проблем. 80%. И этот период из всех трех этих периодов, сезонов, сезон Ваты самый сложный. Потому что Вата Доша, она очень быстро выходит из равновесия и очень медленно успокаивается. Сколько она очень легкая и подвижная, холодная и сухая Доша. Какое это имеет отношение к нашим занятиям Пранаямой? Самое прямое. Потому что Пранаяма это аспект Санатанадхармы, который занимается Праной и занимается в том числе Ватой. Занятия Пранаямой, они стабилизируют Вату. И мы будем делать сегодня, начинаем новую программу. Программа будет посвящена стабилизации Ваты. Будем делать специальные Пранаямы, целью которых является стабилизация Ваты, как ни странно. Ее понижение. И нормализация во всех отношениях. И всех Панча Прана тоже. Пять видов Праны. Мы с вами какое-то время назад занимались чакрами. И вы помните, что Анахата чакра, он связан с первым элементом Ваю. А Ваю это основной элемент Вата Доща. Потому что Вата Доща сделана из Акаши, пространства и из Ваю, воздуха. Или ветра, или движения. Если мы будем делать правильно Пранаяму, мы будем эту Вату стабилизировать. А это самое главное. Потому что, как я уже говорил, 80% всех проблем, они в жизни от Ваты. Если мы стабилизируем Вату, то 80% болезней и проблем просто исчезнут сами собой. Поскольку для них не будет основания. И вот Анахата чакра курирует на самом деле все, что связано с Ватой. Точно так же, как Маннипура чакра курирует все, что связано с Питой. А с Ватой и Штхана чакра курирует все, что связано с Капхой. Почему? Очень просто. Потому что, если мы говорим о Вате, то Акаши, или пространство, это контейнер, сосуд, а Ваю содержимое. Если мы говорим о Маннипура чакра, о Пите, а Маннипура чакра связан с Агней, то здесь Агни это содержимое, а сосуд это Апах, или Джалам, вода для Питы. А у Капхи сосуд это Притхи, земля, а содержимое это Апах, вода. Апах это Сват и Штхана чакра, Агни это Маннипура чакра, и Анахата чакра это Ваю, первый элемент. Это ключевая вещь, которую нужно знать, как говорится, спинным мозгом, чтобы день и ночь в любое время вы могли ответить, где что находится. Потому что от этого зависит жизнь человека. Итак, Апах это Сват и Штхана чакра, Агни это Маннипура чакра, и Ваю это Анахата чакра. Но с Ватой будет связан еще один чакра, связанного это Вишутха, но об этом дальше. Главный чакра, который управляет Ватой, это Анахата чакра. Этот же Анахата чакра курирует все, что связано с взаимоотношениями людей, чувствами и тому подобными вещами. Анахата чакра курирует взаимоотношения людей. Потому что все взаимоотношения это Ваю, движение. То есть, если Вы хотите, чтобы у Вас не было проблем с взаимопониманием с другими людьми, в отношениях и так далее, у Вас должно быть нормальная Анахата чакра. Чакра слово. Напунстакалингам на санскрите это средний род. Оно. Чакра оно. Не чакра оно, и не чакрам он, а чакрам правильно оно на санскрите. Вот мы сейчас и займемся этим чакрамом, и займемся пранаямой, которая предназначена для баланса Ваты. Значит, прежде чем мы пойдем дальше, небольшая рекомендация Вам всем. Если Вы хотите увеличить эффективность пранаямы, если Вы хотите нормализовать работу легких, а Анахата чакрам курирует не только работу сердца, как многие думают, Анахата чакрам курирует работу легких, потому что легкие это хоть и капхогенный орган, но орган, с помощью которого осуществляется дыхание, это перегонка воздуха. Вообще легкие интересные, они капхогенный орган, внутри этого органа горит огонь, потому что там перегорает кислород, то есть там внутри в легких капхогенном органе непрерывно горит пламя. А орган сам связан с Ватой. То есть все три Доши, потому что воздух это Вата, а все три Доши связаны с легкими. Поэтому от работы легких очень многое зависит, и любые простудные заболевания, которые нарушают работу легких, на самом деле, с точки зрения урведы, достаточно серьезные заболевания, потому что если нарушается работа легких, нарушается процесс дыхания, а процесс дыхания – это основной процесс нашей жизни, потому что все события и процессы в жизни, и явления в жизни, они происходят и привязаны к дыханию через него, и привязаны к нему. То есть то, как человек дышит, определяет, что в его жизни будет происходить, а что не будет происходить. Но у меня на эту тему есть специальные лекции, сейчас нет времени пространно об этом рассказывать. Так вот, от работы легких, на самом деле, по большому счету, очень и очень многое зависит в нашей жизни, от всей респираторной системы, потому что она регулирует процесс дыхания, основной процесс нашей жизни. Потому что, еще раз это повторю и подчеркну, все события, явления и процессы в жизни связаны с дыханием. Как человек дышит, от этого все и будет зависеть. Вот помедитируйте над тем, что я вам сейчас сказал. То есть способ дыхания человека определяет, какие события в его жизни будут происходить или не будут происходить. Поэтому вся пранаяма – это система регулирования дыхания и система регулирования событий в жизни, процессов в жизни. Это понятно. Так вот, есть такое очень хорошее у нас новое средство. называется «касса свакта». Касса свакта. Запишите его. Оно вам понадобится. Когда вы узнаете, что оно делает. Это средство нормализует работу легких. Тем из вас, кто занимается пранаямой, я рекомендую периодически смазывать вот эту часть, грудную клетку, до сюда. Вот этим самым «касса свакта». Например, на ночь. Или днем, когда вы находитесь дома. Намазали, но лучше всего на ночь. Это средство раскрывает надень, раскрывает воздухопроводящие пути. И тем самым делает занятия пранаямой более эффективными. Я рекомендую вам после занятий пранаямой, после занятий пранаямой, смазывать либо частично вот тут, либо всю грудную клетку. Треднюю часть. Вот такими круговыми движениями. «Касса свакта». Если вы простудились, заболели, неважно чем, то же самое. смазывайте грудную клетку вот этим «касса свактом». Если вы будете это делать после пранаяма, эффективность пранаямы увеличивается в несколько раз. «Не то, а после». После. 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 «Пец пранаяма». Ну вот, позанимались и смазали сразу. И вы почувствуете, что называется, разницу. Ну и если, не дай бог, заболели или что-то в этом роде, причем не только какими-то простудными заболеваниями, это может быть все что угодно. Я рекомендую смазываться вот этим «касса свакта». Почему все что угодно? Потому что все болезни происходят в одном случае, когда у человека не хватает праны. А «касса свакта» раскрывает нади, раскрывает воздухопроводящие пути, тем самым увеличивая количество пран. Это то, что нужно больному больше всего. То есть, вы приходите домой и смазываетесь после занятий пранаямой. Дома вы это можете делать сразу. Здесь не надо, потому что вы там на улицу выходите. Уже осень, холодно. Как бы вот так. Очень хорошее средство. Касса свакта. Дополнительное средство, которое наступает как катализатор, оно увеличивает эффект от пранаямы и сохраняет этот эффект на более долгое время. Дополнительное средство. Ну а сейчас мы займемся анахата чакрам и будем балансировать вату. Она во время занятия немножко повышается. Это понятно, поскольку мы делаем упражнения, делаем специальные пранаямы. Но сразу после пранаямы вата опускается. Это очень легко проверить, если вы замерите частоту дыхания. Перед пранаямой у вас может быть, там, я не знаю, 25 и больше дыханий в минуту. Во время пранаямы мы дышим часто, что у нас дыхание увеличится. В этом ничего страшного нет. Очень хорошо. Зато после пранаямы у вас частота дыхания может сократиться меньше 20. От 15 может быть до 20, может и того меньше. В зависимости от того, как вы позанимались. И вот этот кассас факта, он тоже будет способствовать тому, что дыхание будет замедляться. Потому что самое главное в свара-йоге, в лая-йоге, в пранаяме, это частота дыхания. Чем меньше частота дыхания, тем лучше. Чем меньшее количество раз вы дышите в минуту, тем лучше. Это важно еще и для сердечных сокращений, потому что они привязаны к дыханию формулой 1.4. На одно дыхание приходится 4 удара сердца. Поэтому чем меньше будет дыхание, тем ниже будет пульс. А чем он ниже, чем он реже будет, тем лучше для человека, для его здоровья, для его жизни, для его кармы. Нужно дышать реже. А чтобы дышать реже, нужно дышать глубже. После пранаямы вы все будете дышать глубже. И за счет этого у вас будет сокращаться дыхание. Потому что организму нужно получить, скажем, 100% объема кислорода или праны. Это можно сделать с помощью 25 дыханий, а можно сделать с помощью 15 дыханий. В том случае, если дыхание будет более глубоким. Понимаете, о чем я говорю? Это очень важная вещь. Это такая алхимия жизни. ага. Продолжение следует...